Давайте я коротко напомню что-то из того, о чем мы говорили вчера. Мы обсудили, что есть вот эти ассоциаторы, то есть решение какого-то такого сложного алгебраического уравнения. Фи в кубе равняется фи в квадрате. И про это дело я рассказал две, ну то есть сказал и немножко начал объяснять две вещи. Одна вещь, что на этом множестве свободно и транзитивно действует какая-то интересная и большая группа, которая называется GRT. Ну и вторая вещь, что здесь есть какие-то три специальные точки, которые называются фи козе, вторая фи козе с чертой, ну и есть еще третья точка, которые как-то связаны с физическими теориями. Давайте я немножко продолжу обсуждение вот этого самого GRT, а после этого мы попробуем разобраться с фи козе. Значит про GRT может быть такую интересную, чтобы немножко упростить дискуссию, GRT, как и многие другие группы, которые появляются в этом рассказе, это экспоненты от градуированной алгебры Ли. Градуированная алгебра Ли называется GRT маленькая. Вот, и давайте я попробую написать определение этой градуированной алгебры Ли. Ну оно будет немножко в том же стиле, но чуть-чуть попроще, чем определение ассоциатора. Значит GRT маленькая, это такие элементы свободной алгебры Ли с двумя образующими, которые удовлетворяют двум требованиям. Во-первых, степень этих элементов не меньше тройки. Значит степень мы снова считаем просто с помощью вот такой вот формулы. Степень Пси – это количество иксов плюс количество игреков, которые мы используем при написании соответствующего слова Ли. Ну, например, степень просто скобки Ли, х и у равняются двойке, да, потому что здесь есть один х и один у. Вот. Ну и, конечно, мы должны написать что-то вместо уравнения Пентагона, и здесь будет такой упрощенный, линеризованный вариант уравнения Пентагона. То есть теперь вместо того, чтобы умножать, мы будем складывать... Нет. 1, 2, 3, 4. Вот. Ну и снова эти 1, 2, 3, 4 означают, что мы берем наше слово Ли, в котором есть две переменные, и вместо них подставляем какие-то Т, какие-то элементы Т4. Например, ну, чтобы просто напомнить вчерашний контекст, Пси 1, 2, 3 – это Пси, вычисленные на Т1, 2 и на Т2, 3. Вот. Значит, может быть, несколько замечаний по поводу этого определения. Во-первых, ну, снова, конечно, вот эти элементы ЖРТ – это элементы свободной алгебры Ли. Но скобка, которую мы хотим использовать в ЖРТ – это не та естественная скобка, которая есть на свободной алгебре Ли. То есть мы не должны просто брать скобки в свободной алгебре Ли. Значит, то есть первое замечание – это... Ну, прежде всего, потому что легко проверить, окажется, что элементы, которые удовлетворяют вот этому уравнению, если мы возьмем два элемента, которые удовлетворяют уравнению Пентагона, мало шансов, что х-скобка тоже будет удовлетворять уравнению Пентагона. То есть это окажется просто неправдой. Значит, скобка Ли ЖРТ, которая известна как скобка ИХАРЫ. Вот. И она устроена таким образом. Если вы помните немножко, как вчера мы вводили умножение в ЖРТ, то это просто инфинсимальная версия вот этого умножения в ЖРТ. То есть мы берем элемент какой-то ПСИ и ему сопоставляем такой оператор, который действует на свободный алгебре Ли. Он отправляет первый генератор в ноль, а второй генератор отправляет просто в скобку ПСИ от Х, У с У. Ну, как только я задал этот оператор на генераторах, я могу предположить, что это дифференцирование, и тогда продолжить на всю свободную алгебру. Ну, теперь дифференцирование свободной алгебры естественным образом образует алгебру Ли, и можно потребовать, чтобы это отображение было гомоморфизмом алгебры Ли. Вот. Оказывается, что существует единственная скобка, скобка Ли вот на этом векторном пространстве, пока я определил ЖРТ как векторное пространство. Так что вот это вот отображение ПСИ в ДПСИ является гомоморфизмом Ли. Относительно... Ну, а здесь я беру естественную скобку на дифференцирование. Дифференцирование как на операторах, да, просто есть скобка, задамая коммутатором. Да, естественные скобки на дифференцированных. А, ну, оператор ДПСИ, то есть есть ли тут какие-то, ну, дифференцирования, да? Есть ли тут слово ДИРОК? Нет, нет. А, вообще, действительно, я вот такой правильный вы очень вопрос задаете, а в основном аудитория это физики или математики? Половина. Половина. А, да, то есть физики пока что не очень-то много получили от жизни на этом курсе. Нет, я математикой. Математикой, да. Ну, нет, ДИРОК, слову ДИРОК, не имеет отношения. Здесь нет, нет, он ярко выраживает. Хорошо, ДИРОК, тогда абсолютно никакого отношения к слову ДИРОК не имеет. Давайте я напишу ответ. Если вы хотите, этот ответ вы можете легко вывести из того, что я сказал. Ну, давайте я вот только временно обозначу эту скобку такими вот двойными скобками, да, имея в виду, что это скобка GRT. Представьте себе, что у меня есть два элемента GRT, ну, и спрашивается, как же выглядит их скобка. Если мы применим вот это правило, то есть вычислим эту единственную скобку, которая подчиняется этому требованию, то получится так. Значит, ну, во-первых, будет слагаемая, которая будет просто обычной скобкой этих двух элементов, свободной алгебре ЛИ. А потом, ну, вот, это будет похоже на определение скобки ЛИ на векторных полях. То есть мы можем применить вот это вот дифференцирование, которое мы с помощью ПСИ1 определили, мы можем его применить ПСИ2, а из этого вычесть, на антисимметризовать, да, применить соответствующее дифференцирование ПСИ2 к ПСИ1. И вот это, это вот и будет скобка такая на GRT. Тожество Якоби? А у вас прямо то жество Якоби, то есть именно равно нулю, да? Тожество Якоби в алгебрах ЛИ, да, равно, да, безусловно, да, у меня то жество Якоби равно нулю. Ну и здесь... У вас будет N алгебра ЛИ? Ну нет, пока нет. Здесь, здесь не будет никаких таких высших структур, будет просто... Да, безусловно. Как раз сейчас, сейчас покажем один элемент. Но до этого я хочу показать вам, значит, может быть, замечание или упражнение, как хотите. Сейчас мы, может быть, даже вместе его решим. Значит, замечание, оно же упражнение. Возьмем такой элемент ПСИ от Х, У равняется просто скобке ЛИ, Х и У. Значит, упражнение состоит в том, чтобы доказать, что этот элемент решает уравнение Пентагона. Значит, ну, смотрите, это какое чудовищное уравнение, да, вот этот Пентагон. Ну и, в принципе, до сих пор у нас не было никакой такой... Ну, потому что ассоциатор, это очень какой-то большой объект, и мы знаем их там как-то немного, и они выглядят как-то чудовищно. Но вот это линейализованное уравнение Пентагона, оно не такое ужасное. И вот, например, вот это просто скобка Х и У, это решение уравнения Пентагона. Нужно взять конспоненты? Не нужно, абсолютно не нужно. Давайте посмотрим. Давайте просто посмотрим, как это выглядит. Вот давайте сделаем вместе это упражнение. Вы мне поможете в вычислениях. Ну, что нужно сделать? Вот нужно просто, нужно просто подставить, нужно... Ну, я пока себя для начала вызову сам к доске, да. Ну, вот смотрите, да, если я просто начну писать, вот это первое, да, слагаемое. Потом второе слагаемое будет как-то так выглядеть, да. Т1, 2 плюс Т1, 3. Скобка с Т2, 4 плюс Т3, 4. Третье слагаемое будет, наверное, Т2, 3, 3, 4. Ну, и в правой части, может быть, кто-нибудь мне подскажет, что будет, что будет в первой скобке. Вот это вот все 1, 2, 3, 4. Значит, что там будет? Т. 1, 3. Да, да, совершенно верно. И... Да, совершенно верно. И плюс, значит, будет еще последнее слагаемое. Что-то такое Т1, 2, да. А здесь будет Т, что? Да, 2, 3. Т2, 3 плюс Т, 2, 4, да. Ну, давайте посмотрим, как оно, как оно тут выполняется, да. Значит, ну, Т1, 2, Т2, 3. И вот здесь Т1, 2, Т2, 3, да. То есть это сокращается с этим. Значит, Т2, 3, Т3, 4. Это сокращается с этим. Т1, 3, Т3, 4. Это вот этот вот, да. Он, значит, убивает этот. И Т1, 2, Т2, 4. Он тоже тут есть. Вот он. Остается для вас контрольный вопрос. Здесь-то осталось больше слагаемых слева. Слева исходно было больше слагаемых. Как с ними быть? Соотношение. И что же соотношение нам скажут? Осталось Т1, 2 с Т3, 4 и Т1, 3 с Т2, 4. По счастью, они нули. Да, потому что просто нету совпадающих индексов. Значит, но тут важное дополнение состоит в том, что эта скобка не является элементом ЖРТ, хотя она удовлетворяет уравнение Пентагона. Просто по определению. Определение специально так сделано. Вот видите, да? Чтобы степень была не меньше тройки. Потому что если бы мы не ввели это условие, было бы вот еще вот это, вот это такое лишнее решение. Тут, кстати, про эту ЖРТ, в общем-то, есть такое интересное историческое наблюдение. Я не понял. Да. По определению. По определению. Потому что у нее слишком маленькая степень. Видите, там в определении написано, что степень должна быть не меньше тройки. А у нее степень 2. То есть это такая казуистика. Мы как бы так определили, что скобка, вот эта скобка XY, не является элементом ЖРТ. Сейчас я чуть-чуть объясню почему. А можно глупому животному поиску, почему все сокращается? Да. Безусловно. У нас есть кондиционер соотношения на генератор. Да. Значит, вы не знаете определение алгебры или Т? А. Ну, понимаете, в любом случае, даже независимо, сейчас довольно много, сейчас довольно много, то есть почти все сократилось независимо от определения алгебры или Т. Почему почти все сократилось, я понял. А. Ну, понимаешь, что в ней есть соотношения, да. Эти соотношения такие, что если индексы разные, если нет ни одного общего индекса, то скобка 0. Это одно из соотношений. Да. А как же остается 2, это 2,4? Они сократились без, ну как, здесь же. А, они сократились, вот пока вы зачеркивали. Да-да-да, то есть все там, где не было соотношений, все зачеркнулось. Ага. Ну, совсем понятно. Значит, у нас, мы рассматриваем эти в синий, сами в себе, не просто как дифференцированные свободные алгебры даже. А мы меняем их элементом, такие алгебры, это все четыре, да? Ну, для того, чтобы... Сейчас, одну секундочку. Элементы ЖРТ, это... Вы можете, как хотите о них думать, либо элементы свободной алгебры с вот этой экзотической скобкой, либо вы можете думать, что это дифференцирование свободной алгебры, какие-то специального вида. Но вот когда вот это уравнение написано в Т4, вы берете этот элемент свободной алгебры и берете вот этих вот 5 разных гомоморфизмов из свободной алгебры в Т4, берете образ Пси, ну, на самом деле, да, если по-честному сказать, то вот эти вот... Нет-нет, просто Т4. Это вот это уравнение, вот это вот уравнение написано... А, ну, хорошо, конечно же. Да, вот это то, что я начал, может быть, говорить. Давайте я чуть-чуть, может быть, вот здесь вот это поясню. Значит, у нас есть на самом деле... Это уравнение, если я так по-честному, написано так. У нас есть 5 разных гомоморфизмов из свободной алгебры Лифф Т4. И эти гомоморфизмы нумеруются вот этими наборами цифр. Например, вот этот гомоморфизм, который нумеруется 1, 2, 3, он устроен так. Х отображается в Т1, 2, а у отображается в Т2, 3. Помните то, что мы вчера обсуждали, что если генераторы не коммутируют, то они образуют свободные алгебры Лифф. Ну и точно так же вот эти вот 4 остальные набора цифр с запятыми, они определяют на самом деле гомоморфизмы свободной алгебры Лифф Т4. Теперь мы берем элемент Пси, который у нас исходно был в свободной алгебре Ли, и берем его образ относительно этих 5 гомоморфизмов. Получаем 5 разных элементов Т4. Теперь мы берем их, вот эту сумму со знаками, и требуем, чтобы она была равна 0. Это наше уравнение. Вы же очень, про прощение, вот я правильно понимаю, что элементы ЖРТ просто такие, с каким-то странным умножением, это просто такие ряды некомотивные двух элементов, которые у которых уравнение ассоциатора. Через, о, нет, нет, смотрите, гораздо проще. Значит, элементы вот этого маленького ЖРТ, да, или большого? А, большого. Да, элементы большого ЖРТ, они отличаются ассоциатором вот такой вещью. Значит, для ассоциатора вы требуете, чтобы он начинался единица, плюс, ну, какой-то более-менее коэффициент, который вы можете выбрать, не нулевой. Обычно люди предпочитают выбирать одну двадцать четвертую, но... Вот, плюс, плюс что-то в степени больше или равной трём. А для элементов... Для АВЖРТ вы скажете, что здесь просто степень... Вот это вся разница. Да, это вся разница. Совершенно верно. Ну, это, тем не менее, относительно большая разница, как выясняется. То есть, например, для элементов ЖРТ не стоит вопрос существования, да, потому что единица отлично удовлетворяет этому условию. Тогда как для ассоциаторов вопрос существования это одна из главных таких задач. То есть мы не знаем, можем ли мы продолжить этот ряд, если мы возьмем... Мы здесь не знаем один ассоциатор. Конечно, да. Конечно, конечно. Конечно, но сам вопрос существования ассоциаторов, может быть, я должен сказать об этом пару слов, он до сих пор вполне удовлетворительно не разрешен. Потому что известно, да, что они существуют, то есть известно, что его решение положительное. Но, вот смотрите, это такая чисто алгебраическая вроде бы задача, да. При этом видно, что это задача, которую можно решать порядок за порядком. То есть вы её решаете сперва в порядке 0, потом в порядке 1, в порядке 2. И так далее. Вот в порядке 2 мы её, кстати, более-менее решили, да. Потому что если мы напишем уравнение для ассоциатора в порядке 2 и его линеризуем в порядке 2, то получится именно это уравнение. И мы с вами только что доказали, что скобка ли х и и улитворяет линеризованному уравнению Пентагона. То есть на самом деле вот мы получили линеризованное уравнение и увидели, что да, так можно сделать. Поэтому хотелось бы, в принципе, в идеале создать какую-то, ну, как гомологическую проблему и её решить, которая бы доказывала, что вот эти ассоциаторы можно строить порядок за порядком. Однако как это сделать, неизвестно. То есть известно, что ассоциаторы построить можно, а вот такого алгебраического доказательства неизвестно. Это считается большой задачей. То есть если кто-нибудь решит, это будет очень здорово. Вот просто взять и доказать это, ну, более-менее вот из этого уравнения. Но там приказательные доказательства, это как невозможно. Нет, ну, нужно доказать, что... Приказательства, что исчезают, да. Ну, поскольку это в результате можно сделать, да, то... С какого начала, с чего мы начнем? Нет, ну вот, да, начнем с коммутатора, конечно. Выберем, чтобы здесь коэффициент был не ноль. Можно коэффициент взять какой угодно, это эквивалентные задачи. И после этого просто доказать порядок за порядком, что каждый раз можно убить это препятствие. Ну вот, как это сделать, неизвестно. Это считается крупной задачей. Хорошо. Значит... Можно элемент Пси предъявить степень 3, не степень 3. Да, 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 это будет предъявлен через несколько минут, элемент Пси. То есть я бы хотел тут еще такую, ну, отчасти историческую. А отчасти содержательную теорему сформулировать. Значит, это теорема Фуруша. И на самом деле вот это определение ЖРТ, которое дал Дринфельд, и которое использовали, может быть, которое старшее поколение видело. Вот на самом деле у ЖРТ было другое определение. Было намного больше уравнений раньше. И несколько лет назад Фуруша доказал, что все уравнения следуют из уравнения ассоциатора. Все остальные уравнения, которые были в определении раньше, они следуют из вот этого уравнения Пентагона. Значит, представим себе, что... Предположим, что Пси — это элемент ЖРТ. Тогда автоматически выполняются такие два условия. Пси от x, y равняется минус Пси от y, x. То есть вы переставляете аргументы и получаете знак минус. И второе условие вот такое. Давайте обозначим z минус x минус y, для того, чтобы запись была более симметричной. Тогда вот такое верно. Пси от x, y плюс Пси от y, z плюс Пси от z, x равно нулю. Вот это то, что раньше называлось уравнением гексагона. Оно получается, потому что из какого-то... Тут всего три слагаемых, а не шесть, как название нам предлагает. Но на самом деле оно получается... Для самого ассоциатора в уравнении будет шесть членов. Оказывается, что они просто следуют из уравнения Пентагона. Это было очень... Мне кажется, что это было лет шесть назад. Это было очень как бы неожиданно. То есть люди, потому что уже работали с этой антисиметрией гексагона многие годы, а потом оказалось, что на самом деле они из Пентагона следуют. На самом деле обе теоремы несложные, но эта теорема совсем несложная. Я могу коротко сказать, как вы ее сами, если захотите, можете доказать. А доказательство такое. Нужно рассмотреть фактор Т4 по вот таким вот соотношениям. Значит, нужно положить Т1,2 равным Т3,4, Т1,3 равным Т2,4 и Т1,4 равным Т2,3. Ну, в общем, все те, которые друг с другом... Видите, да? Те, где индексы не встречаются, да? Те, которые друг с другом коммутировали, значит, их просто положить равными друг другу. И в плюс еще есть вот этот центральный элемент в Т3. Его положить просто равным нулю. То есть взять фактор Т4 по вот этим вот соотношениям, окажется, что эта штука будет изоморфно просто свободной алгебрели, ну, например, с образующими Т1,2 и Т2,3. То есть останется всего две образующие, алгебра останется свободной. Вот, можете попробовать. Подставьте, возьмите фактор вот такой вот от уравнения Пентагона, и у вас просто получится вот это уравнение. Пси от ху равняется минус пси от ух. То есть уравнение Пентагона просто превратится в это уравнение, если вы возьмете такой фактор. Ну и для гексагона тоже там какой-то... он придумал красивый трюк. Ну, в общем, то есть теорема простая, но неожиданная. И не очень понятно, какое у нее такое концептуальное объяснение, потому что эти гексагоны и антисимметрия получились из каких-то концептуальных соображений раньше. Ну вот поэтому вроде определение упростилось. Да, ну и возвращаясь к вашему вопросу, про генератор степени 3. Значит, ну я напомню, да, что есть такая гипотеза, что ЖРТ изоморф на свободной алгебре Ли с образующими в степенях 3, 5, 7 и так далее. Ну, если мы верим в эту гипотезу, то мы легко с вами можем выписать сигма 3. Почему? Ну, потому что это элемент степени 3, значит, там должны быть две скобки, и мы видим, что он антисимметричен относительно замены x и y, если мы верим в теорему Фоуша. Это означает, что с точностью до множителя такой элемент всего один. Есть скобка x, x, y, и, значит, раз мы должны антисимметризовать, минус скобка y, y, x. Скобка вот эта крива? Не, обычная. Не-не-не, обычная. Обычная скобка. Просто как, вот по определению, да, как элемент Ли от x, y. Ну, теперь, конечно же, да, в общем-то, это уже такое развлечение не для слабонервных, можно попробовать проверить для нее уравнение Пентагона. То есть для просто элемента порядка 2 мы это вот только что сделали, но, в принципе, такое же вычисление, конечно, можно развлечься и сделать для вот этого сигма 3. Это уже так. Тут нужно что-то делать, но... Да, да, конечно, там уже будут использоваться нетривиальные соотношения, но это правда. Вот это элемент порядка 3. Но там дальше и... Он единственный яд. Он может показать, что он единственный яд? А, да, да, конечно, да. Можно проверить, что он единственный. Да. То есть тут скорее вопрос, мне кажется, больший вопрос, действительно ли это элемент GRT. Это более такой сложный вопрос. Если мы поверили, что это элемент GRT, то его единственность, ну, вот, следует из теоремы Фурушу. А, конечно, по-другому, можно сказать, не так уходить, а так уходить, а так уходить. Косвенных соображений. Ну, может быть, давайте тут, может быть, мне нужно чуть-чуть подумать над этим вопросом, насколько на него есть ответ. Ну, первый такой, давайте я дам несколько ответов. Это уже, конечно, плохой знак, да. Это означает, что я, ну, я не очень уверен в том, что говорю. Но первый ответ такой. По факту GRT, это градуированный алгебра Ли, она начинается в степени 3, и в степени 3 она одномерна, да. Поэтому, ну, в каком-то смысле, вот этот факт, он его, он характеризует, да, то есть я не нужно задавать его явной формулой, но это генератор одномерного пространства, по факту. Так, ну, может быть, трудно сказать, почему это так, но это правда жизни. То есть в размерности 3 есть всего одна Ли, одна прямая, и это один из генераторов этой прямой. Вы можете, конечно, его умножить на что-то. Второй ответ, который, может быть, скажет чуть-чуть про другие генераторы, да. Значит, на самом деле, как эти генераторы, откуда они взялись, и как они промышленно добывались. Идея была такая. Дринфельд построил вот эти два элемента и доказал, что GRT действует свободно и транзитивно. Поэтому раз GRT действует свободно и транзитивно, то это означает, что вы можете провести, ну, например, отождествив один из этих элементов с единицей группы, да, вы можете отождествить ассоциаторы с GRT, выбрав одну точку. И после этого через вот этот второй элемент будет проходить единственная однопараметрическая подгруппа. Вот в этом самом GRT. Вот это вот будет какое-то действие, экспоненты, а тут какой-то параметр S умножить на какой-то элемент GRT. Ну, σ давайте его обозначим. Это в ассоциаторах. Да, это вот в ассоциаторах мы как бы говорим, что вот эти вот все элементы, да, это результат действия такой однопараметрической подгруппы, вот, например, на φкz. Мы хотим стартовать с φкz, пойти с помощью однопараметрической подгруппы и приплыть, секунду, и приплыть в φкz с чертой. Ну, тогда здесь будет какой-то единственный элемент маленькой GRT, которая это осуществляет. Этот элемент маленькой GRT будет суммой fk от единицы до бесконечности каких-то σ2k плюс 1. Можно просто объявить, это даст нам какое-то вот такое, как выясняется, разложение. Можно просто, и это по факту, это как люди добывают генераторы. Можно попытаться объявить генераторами просто вот то, что здесь получится. Сигма-3, он такой симпатичный. Тут нет, тут нет, нет, нет такого. Сейчас, скобку ИХАРа с сигма-3 коммутатора. Вы знаете, по мне кажется, 0 получится. Да, это мне нужно чуть-чуть подумать, но я думаю, вообще-то 0 должен получиться. Да, ну, да, я думаю, что должен 0 получиться. Ну, а, кстати, не, ну, мы коммутаторы выкидываем, но никто нам не запрещает сделать запрещенные вещи. Мы тоже иногда делаем, да? Коммутировать на самом деле. Коммутировать на самом деле. Да, ну, я думаю, что 0 получится. Вот, хорошо. Ну что, это мы немножко обсудили вот эту вот GRT-часть. Ну, теперь я бы хотел поговорить, начать дискуссию про вот это вот одно из решений, фи-казет, которая, то есть продолжает, то есть остаток этой лекции будет про фи-казет. Ну, снова исторически, может быть, чтобы сказать, задача о построении ассоциаторов, о существовании ассоциаторов алгебраически не решается, да? То есть мы не знаем, как это делать. И Дринфельд решил эту задачу аналитически, то есть он просто предъявил одно решение этих уравнений. И это решение получается из дифференциальных уравнений, которые инспирированы конформной теорией поля двумерной. Значит, ну давайте я напишу эти уравнения. Значит, связность книжника Замолотчикова и ассоциаторов фи-казет. Значит, что мы сделаем? Нашей ареной действий будет комплексная плоскость с каким-то количеством выбранных на ней точек Z1, Zn. Значит, Z1, Zn элементы C. И мы будем считать, что им запрещено совпадать. И вот на таком пространстве мы построим один форму. Значит, один форма на c в степени n минус вот эти диагонали все. И она будет со значениями в нашей алгебре Лидтэн. Значит, это будет элемент АКЗН. n. Ну, я часто буду опускать КЗ и n, потому что в ближайшее время А это в основном будет вот такой вот элемент. Один форма со значениями в алгебре Ли. Ну, элемент пространства, один форм со значениями в алгебре Ли. Значит, ну, типично связанности это один форма со значениями в алгебре Ли. Ну, пока что это просто, значит, один форма со значениями в алгебре Ли. Она дается явной формулой. Значит, здесь какой-то будет коэффициент К, по которому мы сейчас выберем. И дальше такая сумма, ну, например, i меньше g, t и g, d логарифм z и минус z g. Вот такая просто явная формула. Это будет являться решением какого-то уравнения на следующей доске, но пока мы так хотим, безусловно. Это тоже... А вот я в какой-то форме видел уравнение книжных замолочеков, и там не было никакого внутреннего истерия? Да. Да, было по-другому. К этому мы, может быть, сегодня... Я, кстати, думал, рассказывать об этом или нет, но раз вы спрашиваете, то, наверное, расскажу. Не-не, ну, да, есть это такой... Как сказать, это такое мастер уравнения книжных замолочеков, а вы видели конкретное. Ну, может быть, я сразу скажу одну вещь о том, что вы видели. У алгебры ЛИТ бывают представления. И вы видели, ну, понятно, как только у нас есть такой элемент, мы, конечно, можем сделать композицию с соответствующим гомоморфизмом и взять представление этой алгебры. И вы видели уравнение книжных замолочеков, написанное в каком-то конкретном, довольно специфическом представлении. Но там еще часто вы называете алгебры ЛИИ? Конечно, конечно. Это данные, которые нужны, чтобы построить представление ТН. Да-да, это я... Ну, мы посмотрим, либо во время лекции, либо я вам могу в перерыве показать. А я хочу сказать, какая общая форма. Да, это такое мастер уравнения. Ну, на самом деле, как было дело? Конечно, сперва придумали ту форму, которую вы видели, потому что она... Это уравнение на какие-то корреляционные функции физической модели. А потом увидели, что на самом деле можно написать такую общую формулу, которая для всех этих физических моделей взятием разных представлений дает соответствующее уравнение. Хорошо. Значит, давайте действительно про уравнение. Значит, теорема. Значит, это связанность плоская. И что это значит? Это значит, что она решает вот такое уравнение. Вот здесь вот нужно поставить плюс или минус, но по некоторым причинам мне трудно это решить. Я сейчас объясню, по каким. То есть есть один правильный знак, но я не знаю, какой он. Здесь плюс, а может быть и минус, кто знает. Вот. То есть она решает вот такое вот уравнение. Тут, может быть, сразу я задам вопрос. Ну, этот член, это понятно, что такое? Это просто дифференциал Дерамы, да? А этот член ни у кого не вызывает смущения. Хорошо. Да, ну вот это оно. Значит, теперь, но эта связанность даже лучше, чем плоская. Потому что оба слагаемых на самом деле равны нулю по отдельности. Вот. Поэтому я не знаю, какой знак поставить с одной стороны. Поскольку это нельзя проверить. А с другой стороны, поэтому вот этот коэффициент Капа, он для начала произвольный. Поскольку, ну, смотрите, этот член, он пропорционален Капу, а этот Капа квадрат. Поэтому вообще говоря, если бы нужно было сокращение между двумя членами, то, конечно, Капа было бы зафиксировано. Но здесь Капа любое, потому что оба члена равны нулю по отдельности. Значит, давайте... Как у нас там со временем? Давайте... Сейчас, о, глупый вопрос. А вот тот факт, что оба члена равны нулю, нужно просто, значит, а д применить к этой форме? Да-да. То есть для этого все это просто явно будет? Ну вот я сейчас как раз... Может быть, я как раз сейчас это чуть-чуть... Чуть-чуть покажу. Да, ну первый, да, первый член, конечно, это просто он дифференциал от чего-то, да, так что это то, что первый член равен нулю, это просто очевидно. Вот. Теперь на самом деле со вторым членом это довольно красивая история, поэтому я, может быть, хотел чуть-чуть вам ее показать, и потом мы сделаем перерыв. Значит, про второе слагаемое, как тут выглядит? Ну, значит, это два формы, да, второе слагаемое, это два формы, и поэтому давайте я попробую собрать члены, которые пропорциональны. Например, я выберу два индекса и попробую собрать члены, которые пропорциональны DZI на DZG. Ну, откуда они могут появиться, эти члены? Значит, ну, во-первых, тут такая вот вещь может быть, да. Значит, допустим, у меня может быть T и K DZI на ZI минус ZK, да, это я в первом сомножителе, да, вот вместо этого GK поставил. Так, и, значит, скобка с TGK и здесь DZG ZG минус ZK. Вот такая вот может, такие вот есть вклады, да. Ну, есть и другие вклады. Вот, например, такая может быть вещь. T и G, DZI, ZI минус ZG, а здесь, ну, вот, например, то же самое, да, что раньше. TGK DZG ZG минус ZK. Ну, и, соответственно, есть еще третий тип вкладов. Значит, здесь T и K, DZI, ZI минус ZK, а здесь будет, наоборот, TGI, которая, конечно, равна TG, DZG ZG минус ZI. Видите, значит, во всех этих трех типах слагаемых у меня получается DZI умножить на DZG. Ну, и... Ну, которые не — это ныsein просто, да? Ну, потому что шумерный определенно чистит жизнь. У тебя иногда шумерный, поименьшит как. Да, ну это на самом деле, я бы про это и особо не думал, потому что мы здесь легко можем сказать одна вторая, и здесь забудем об этом. Это не так важно. Это значит, что же у нас получается. У нас есть три индекса, вот этот третий индекс возник сам по себе, то есть мы его зафиксировали, допустим. У нас есть три различных индекса и g и k, и у нас есть вот такие вот соотношения, такие вот формулы. Ну, во-первых, окажется, что, давайте я попробую написать ответ, окажется, что это, конечно, у нас есть пропорционально dz3 на dzg, как мы хотели. Потом все скобки окажутся с точностью до знака равны друг другу. Ну, вот я, например, эту выберу, но мог бы и какую-нибудь другую выбрать. Значит, соотношения заставляют все эти скобки между t с точностью до знака быть равными друг другу. Это вы легко можете проверить с помощью соотношений. Показать одну? Или сами сделаете? Сейчас, я вот еще перестал. Потому что это какие-то разные в знаменателе. Ну, да. Ну, в знаменателе всегда, смотрите, вы берете d от логарифма. Да. И в знаменателе всегда стоит, ну, вы получаете t. Нет, Ром понимает, что в знаменателе разум. Он не понимает, почему. Как это получится? Как все сократится? А, подождите, ну, сократится, сейчас увидим как. Нет, ну, подождите. Давайте сперва, у нас есть тут три вещи. Во-первых, дифференциальная форма. Дифференциальная форма я выбрал, так что она всюду одинаковая. Теперь элемент tn. Оказывается, что с точностью до знака он каждый раз один и тот же. Показать почему? Конечно, используя, да, они формально не одинаковые. В итоге, когда мы запишем все эти коммутаторы, у нас знаменатели будут трех разных типов. Так, и разднаменатели будут трех разных типов. Не беспокойтесь пока про знаменатели. Давайте сперва сосредоточимся на... Не, ну, окей. Вот смотрите, например, да, вот у нас есть первый коммутатор такой, t и к, t ж и к, да. А второй коммутатор такой, t и g, t ж и к, да. Да, я смогу тут что-то добавить, вычесть так, что они окажутся одинаковыми с точностью до знака, да. Теперь то, что вас больше всего волнует, знаменатели, да. Это дело, это примерно что-то такое с точностью до знака. Единица на zi минус zg на zg минус zk плюс единица на zg минус zk, zk минус zi, видите, да, плюс последняя циклическая перестановка zk минус zi на zi минус zg. И упражнение состоит в том, ну, или вы должны это знать, но в принципе, да, вот эта сумма рациональных функций равна нулю. И поэтому замечательным образом выполняется уравнение, выполняется плоская, связанность оказывается плоской. То есть, видите, тут как мы должны использовать все, что у нас есть. И соотношение в алгебре t, для того, чтобы увидеть, что эти коэффициенты одинаковые. И вот это вот замечательное, исключительное равенство на рациональные функции, которые много где играет роль. Значит, ну, в следующий час я хочу посвятить обсуждению вот этой одной точки во множестве ассоциаторов fkz, которую нашел Дринфельд. По педагогическим или антипедагогическим соображениям я хочу вам показать две конструкции. Одна не совсем правильная, другая не совсем понятная. Ну, я надеюсь, что как-то в комбинации это даст свои плоды. Ну, значит, я начну с конструкции, которая не совсем правильная. И даже в некоторых местах вызывающе неправильная. Значит, ну, прежде всего выберем n, равное тройке. То есть мы изучаем ситуацию с тремя точками. И две из этих точек, z1 и z3, мы просто закрепим в нуле и единице. И z2, не z2. Ну, у нас есть такая виртуальная четвертая точка, которая оказалась в бесконечности. И, значит, точка z2 оказалась в точке z. Как же тогда выглядит связность? Ну, у нас есть два слагаемых. t1,2 на z и t2,3 на z минус единица. Поскольку мы закрепили две точки, то всего лишь есть один дифференциал. Вот это полная формула для нашей связности. В принципе, поскольку здесь немножко неприятно будет таскать эти t1,2 и t2,3, и поскольку уж все равно они генерируют свободную алгебру Ли, давайте мы их просто переназовем для этого случая x и y. Теперь вот у нас есть такая связность, один форма со значением в алгебре Ли. И давайте я напишу такую формулу для голономии этой связности вдоль отрезка. Отрезок начинается в точке u, заканчивается в точке v, и вот, значит, есть эта связность. Вот это как раз формула, про которую уже сегодня говорили, с интегралами по симплексам. Ну, давайте ее просто напишем. Это сумма по n от нуля до бесконечности, и здесь будет интеграл от u до v по какой-нибудь переменной, которую я обозначу dW1, ну и потом, значит, от u до w1 dW2 и так далее. Ну, а после этого, может быть, мы так поступим. Давайте я обозначу, сейчас, как-то у меня с мелками не сходится. Да, давайте я обозначу вот это вот выражение, вот этот коэффициент, который здесь стоит. Я его обозначу a от z, да, то есть a равняется a от z на dz. И тогда здесь я должен поставить a от w1 и так далее, a от w. Вот. В левой части стоит голономия этой связности от точки, ну или параллельный перенос, можно сказать, да, голономия. Я понимаю, что это главное. Да, значит. В левой части такая сумма с кристаллами подразумеваетесь, кристаллами подразумеваетесь. Вот у меня, допустим, я могу себе представить вот эта точка u, эта точка v. Я пытаюсь построить групповой элемент, который осуществляет параллельный перенос вдоль этой связности. У меня рассвоение мое тривализовано, поэтому просто элемент группы должен получиться, если я интегрирую от точки u к точке v. И вот эта вот стандартная формула, которая… Аналог формулы, в данном случае, для экспонента. Да, это, конечно, это не Абелева. Ну или, я не знаю, если вот кто-то говорил про физику, то это что-то… То в физике это называют так, да? Правильно? Значит, ну а это настоящее определение. Вот, да, по логарифмам я тоже не совсем понял. Да, сейчас это сделаем. Сейчас это сделаем. Значит, ну так вот, довольно понятное, но… Да-да, сейчас мы это все увидим. Значит, ну так вот, формула понятная, но, к сожалению, не совсем правильная формула. Вот, для φ к z. Спокойно. Спокойно. Вот. Значит, вот такая формула. Ну давайте сперва… Давайте сперва разберемся. У этой формулы есть положительные и отрицательные стороны. Отрицательные стороны, ну, я сказал, что она неправильная, но, конечно, мы увидим, да, что правая часть, вообще говоря, не определена. Поэтому давайте, значит, давайте это обсудим. Ну, во-первых, где она принимает значение, даже если в самом лучшем случае? Вот, она у нас будет принимать значение, значит, будут комплексные коэффициенты, и это будут слова, некоммутативные слова, вот в этих буквах x и y. Давайте мы посмотрим, ну, то есть, грубо говоря, мы должны написать базис, да, в этих словах x и y, и при каждом элементе базиса будет какое-то число стоять, которое из вот этих кратных интегралов получится. Давайте мы одно из этих чисел посчитаем. Вот, значит, я предлагаю считать коэффициент при x, y. Значит, x умножить на y. Ну, что это тогда у меня получится? Давайте просто посмотрим. Значит, первый интеграл от нуля до единицы, dw1, второй интеграл от нуля до w1, dw2. И, значит, чтобы получился здесь x, я должен выбрать x делить на w1, да, а чтобы получился здесь на втором месте y, я должен выбрать y на единица минус w2. Верно? Ну, было других, легко видеть, что других способов получить x, y нету. Но это нужно, чтобы второго порядка было. Я должен на первом месте у меня a w1 умножить на a w2. В первом a нужно выбрать x, во втором y. Тут некуда деваться. Я, на самом деле, перестал понимать, откуда взялась вот эта формула для голономии. А, формула для голономии. Ну, хорошо. Значит, давайте, может быть, небольшую врезку, да. О том… Давайте мы досчитаем. Врезка тоже интересна. Ну, как скажете. Ну, хорошо, но можем досчитать. Давайте досчитаем, да, а потом… Хорошо. Ну, значит, на самом деле тут считать-то не очень долго нужно. Да, что значит будет получаться. Получится, конечно, x, y. Этот интеграл сразу возьмется, да, и получится что-то в таком стиле. У нас w1 делить на w1. Это интеграл от нуля до единицы. А здесь, если я правильно сделал свое домашнее задание, получается в логарифме единицы минус… Да, и я выясняю, что такое? w1, если я правильно… И это, да, это, конечно же… Ну, можно, например, разложить в ряд. Ну, если вы сразу… Может быть, вы сразу знаете ответ. Значит, это сумма по n, да, от единицы до бесконечности. Здесь у нас w1 в степени n будет минус 1, да, потому что мы поделили на w1, поделить на n. Интеграл от нуля до единицы. И, значит, это все вместе получится x, y на… Когда мы посчитаем интеграл, сумму от единицы до бесконечности единицы на n квадрат. Правильно? Если я тут нигде на какие-нибудь минусы не ошибся. Вот, то есть получилось x, y на z от двойки или, значит, x, y на p квадрат на 6. Значит, теперь давайте вспомним, что вообще-то я не совсем правильно сделал вычисление. Помните, у нас еще был такой коэффициент каппа при этом всем, да? То есть на самом деле здесь еще вообще-то во втором порядке стоит каппа в квадрате, по-честному говоря. Поэтому здесь в конце нам тоже нужно добавить каппа в квадрате. Помните, у нас было такое пожелание, чтобы в ассоциаторе x, y минус y, x стоялось коэффициентом 1,24. Вот, поэтому, ну, то есть тут такое возникает пожелание, чтобы каппа в квадрате, пи квадрат на 6 равнялось 1,24. Ну, и из этого получается, что каппа должно быть с плюсом или минусом единицу на 2 пи, да? Ну вот. Да, на самом деле я здесь где-то пробрался со знаками, обычно ставят i. А, да-да-да, ну, возможно, да. Окей, то есть, ну, плюс-минус, слушайте, это я уж тут не берусь. Вот такой вот замечательный, замечательный результат. Ну, может быть, прежде чем вот эту врезку по поводу голономии, все-таки одно замечание. Все-таки одно замечание. Вот здесь вот у нас так удачно все вышло, да, с этим вычислением. Но мы, конечно, можем сделать и другое вычисление. Например, коэффициент при x. Просто какой будет линейный вклад. Ну, для того, чтобы коэффициент при x, нам нужно взять вот такой интеграл от 0 до 1. Здесь будет x поделить на w1. Только только w1 будет для w1. Это, да, это менее удачный, но х равно 0, да. В конце концов, да, но это менее удачный интеграл, согласитесь. То есть этот интеграл расходится. Вот, поэтому, наивно говоря, эта формула, то есть в этой формуле, другими словами, здесь есть какое-то количество слагаемых, где интегралы сходятся при каких-то словах, а при других словах интегралы расходятся. Давайте, может быть, прежде чем двигаться дальше, я вам сразу скажу, при каких словах интегралы сходятся и чему они равны, а потом... Не должно начинаться с чего-то, не должно кончаться. Правильно, правильно. Вот, значит, сходятся... Значит, сходятся коэффициенты при словах, которые начинаются с буквы х и заканчиваются буквой у. Значит, видите, да, это вот пример такого слова мы здесь видели, да, х, у, конечно, начинается с буквы х и кончается буквой у. Обычно их записывают в такой форме, эти слова. Мы берем сколько-то иксов, например, х, к1-1, потом у, х, к2-1, снова у, х, кл-1 и потом снова у. Ну, на самом деле, некоторые из этих к посредине могут быть равны единице. Тогда вы можете поклеить много у друг с другом. Но нетрудно видеть, что любое такое слово можно записать в таком виде, и для того, чтобы оно действительно начиналось с х, нам нужно, чтобы к1 было больше или равно 2. Значит, коэффициенты всех этих слов можно посчитать примерно таким же способом, как это здесь сделано. Давайте я вам скажу прямо ответ, как выглядят эти коэффициенты. Значит, коэффициенты – это вот эти вот многократные z-значения. Multiple z-values. Вот, и здесь определение такое. Вот такая вот формула. То есть можно просто, видите, тут довольно странная ситуация. Получается, что какое-то количество коэффициентов отлично определено, и мы просто можем их в явном, в относительно явном виде посчитать. Да, грубо говоря, с помощью формул такого типа, ну вот для них получаются какие-то красивые выражения. Тут, в принципе, может быть, я какой-то снова минус забываю, минус какой-то степени, минус 1 в степени L. Из-за отношений между ними нам отображается через... Да. Да, это большая дальше такая деятельность, огромная. Но с другой стороны, ну так все-таки для тех, кто, может быть, пока этого не знает, часть коэффициентов будет расходиться. То есть у нас есть часть коэффициентов, которые явно определены, и часть коэффициентов, которые просто расходятся. Значит, давайте я сформулирую теорему, которая урегулирует вопрос вот этими расходящимися коэффициентами. Теорема. Существует единственный элемент φКЗ вот в этой вот алгебре, которую мы ввели, значит, комплексные коэффициенты и две некоммутирующие переменные, такой, что выполняются следующие условия. Значит, φ-групповой элемент. Помните, мы требовали от ассоциатора, чтобы он был групповым элементом. То есть δ φ. Во-вторых, коэффициенты... Мы дальше зафиксируем коэффициенты φ перед разными словами. Давайте мы коэффициент будем обозначать буквой С от слова. Вот, например, вот это вот, да? Это коэффициент при слове x, y, и я его буду обозначать c, x, y. Значит, мы будем требовать, чтобы c, x и c, y были равны нулю. Просто руками. И третье условие. c для сходящихся слов, то есть для слов, которые начинаются на x и заканчиваются на y, должны равняться вот этим вот многократным z-значением, которое я здесь написал. А вы что-то скажете про слова, которые не участвовали на x? Сейчас, секунду. Ну, что-то скажу чуть-чуть. Вот сейчас прямо. Вот смотрите, да? То есть это утверждение. Существует единственный групповой элемент с такими свойствами. Значит, он... y и x, да? Или такое? Сейчас, сейчас. Значит, у него... Вот как раз его сейчас и обсудим. У него c, x и c, y равны нулю. У него все коэффициенты при тех словах, где мы можем их посчитать, равны тому, что мы посчитали. Да? Вот, давайте еще раз попробуем. Значит, существует единственное такое слово. Ну, слово это что означает? То есть при всех элементах зафиксированы коэффициенты. Правильно? А каким требованием оно удовлетворяет? Что это групповой элемент, что коэффициенты при x и y равны нулю, и что коэффициенты при всех тех словах, где мы могли их посчитать, где интегралы были нерасходящиеся, то есть при всех словах, которые начинаются с x и заканчиваются y, они равны тому, чему мы посчитали. Они равны вот этим. То есть другими словами, может быть, еще раз переформулирую. Вот это вот требование, что φ-групповой элемент однозначно фиксирует коэффициенты на все слова, при всех словах, где мы не смогли их посчитать из-за того, что интегралы разошлись. А там, где слова сходятся, это согласованно с вот этим. Ну, а там, где слова сходятся, мы взяли те коэффициенты, которые получились из этой процедуры. Все те коэффициенты, где слова расходятся, мы выкинули и потребовали, чтобы φ было групповым элементом. Это восстанавливает, ну, или вам дает все недостающие коэффициенты однозначно. Ну, физики любят называть это словом регуляризация. Ну, можно, конечно. Вот я сейчас вам покажу пример такой, с позволения сказать, регуляризации. Вот, вот, я как раз и хочу показать. Ну, при слове yx вы можете посмотреть, интеграу разойдется. Ну, получится, то есть, коэффициенты при всех остальных... Здесь выносить, вот, при слове x, y переменная, x, y просто взяли? Ну, x, y, они же, ну, а как? А, мы просто написали, мы просто посчитали, я. Да, просто посчитаю, вклад x, y, да, он, x, y может получиться только с вот этими интегралами. Мы написали, откуда может получиться? Да, 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 интеграл мы посчитали. И так, и так, с любым словом. Ну, как, вот у меня же вот эта вот формула, да, которую мы еще должны обсудить, в ней, в а стоит x с коэффициентом и y с коэффициентом. То есть, любой выбор x и y вам задает выбор, выбор одного интеграла. То есть, это дает вам один многократный интеграл. Одно слово. У нас сначала было то, что x и y лежат в свободной алгебре, а потом мы рассматриваем их как элементарь. Да, ее в обертывающую отправим. Ну, гланомия и должна жить в расширенной обертывающей. Давайте вот действительно вот такой правильный вопрос с y, x, да. Значит, ну, мы знаем, что φ кz равняется единица, x и y у нас нет коэффициентов, да. Плюс, ну, вот, возможно, 1,24, теперь с плюсом или с минусом, но не так важно. x и y, этого мы добились подсчетом и выбором k по квадрату, да. Ну, плюс с неизвестным коэффициентом слова yx, да. Плюс степени, ну, плюс вообще говоря, плюс cx квадрат x квадрат, плюс cy квадрат y квадрат, плюс степени больше или равной тройки, да. Правильно? С другой стороны, мы знаем, что это групповой элемент. Групповой элемент, например, в этом случае проще всего сказать, что это экспонента от слова в алгебрели. Значит, ну, это слово в алгебрели, давайте мы тоже его напишем. Это bx на x плюс by на y, да, какие-то коэффициенты, плюс, ну, там, допустим, бета, как-нибудь обозначим, скобка x, y, плюс в степени больше или равной тройки. Ну, посмотрим, что из этого может получиться. Если бы у нас были ненулевые bx и by, то у нас были бы здесь какие-то ненулевые коэффициенты при x и y. Значит, мы сразу можем заключить, что здесь этих слагаемых нет. Значит, это экспонента от чего-то, что начинается с бета скобка x, y. Ну, значит, в порядке 2 это будет скобка x, y с вот этим коэффициентом бета. Прежде всего, это нам дает бета равно 1,24 сразу, и cx, y, x равно минус 1,24. Для того, чтобы эти два слагаемых сложились в x, y минус y, x, которые мы надеемся здесь найти. Ну, а для этих нету места, друзей. Они не могут получиться, поэтому эти должны быть равны нулю. А можно записать интегралы для целей x, x квадрат? Конечно, да. Нет, ну просто... Ну, да, можно, они разойдутся. Ну, вот смотрите... Нет, мы все бьют. Да. Вы можете охранять процедуру регуляризации такой интеграл? А реально ли, что процедура регуляризации, когда мы говорим, что там зета функция от минус единицы равна? Ну, конечно, здесь фактически... Ну, частично. Ну, скажем так, давайте мы так скажем. Частично, потому что... Да, хорошо, давайте я скажу пару слов все-таки про это. Вот смотрите, здесь у нас в терминах вот этих вот multi-z значений у нас записываются вот такие вот слова. Да? В частности, ну, какие из них плохие? Плохие из них слова, если я k1 положу равным единице, да? То есть на самом деле у меня будут вот расходящиеся, часть расходящихся интегралов, которые я там обнаруживаю, они соответствуют вот этим вот расходящимся суммам здесь. Если у меня k1 равно единице, то эти суммы расходятся. Вот, например, типичный пример, который мы здесь видим. Можно положить просто l равным единице и просто взять z от единицы, да? Ну, это будет коэффициент при y, да? То есть вот эта штука станет коэффициентом при y, если я буду продолжать использовать это правило. Правда же? Потому что слово, соответствующее k1 равно единице, это просто y. И вот этот вот рецепт, который я здесь предлагаю, он говорит, что нужно положить ее равной нулю. Ну, чтобы это не значило. Конечно, z от единицы это расходящаяся сумма, она так вообще говоря не имеет смысла. Но я ее просто волевым усилием кладу равной нулю. И точно так же вот этот вот рецепт мне даст все остальные коэффициенты при всех, то есть даст значение для вот всех этих значений малтизеты при k1 равной единице. Которые вообще говоря не определены, но сейчас мы их определим таким способом. Но обращаю ваше внимание, что здесь есть и другие расходящиеся интегралы, которые с помощью малтизет не строятся. Потому что, вот смотрите, малтизеты, они связаны с словами такого вида. Но есть слова, которые не кончаются на y. Им не соответствуют никакие малтизеты. То есть там я даже не знаю, какие суммы регуляризовать или что там с ними делать. Но им... Что им соответствует непонятно. Но им, ну как, им тем не менее соответствуют. Их тоже можно назвать обобщенными малтизеты значениями, но тогда нет никакой суммы, которая ей соответствует. Но тем не менее эти коэффициенты тоже определяются этой процедурой. Вот, например, коэффициент при слове x, которому не соответствует никакая даже расходящаяся сумма, он тем не менее тоже равен нулю. И это, ну тоже какое-то вот обобщенное малтизеты значение. Может быть, тут одну вещь, которую я должен сказать, особенно для знатоков напомнить, а для остальных сказать. Вообще говоря, вот этих регуляризаций, их есть по крайней мере две. Ну вот одна, одну регуляризацию, которую я вам здесь показал вот в этой теореме. Есть другая регуляризация, которая, ну вот смотрите, для этих вот малтизет, вот это вот одна формула, да, которая их определяет. А другая формула, это на самом деле вот эти кратные интегралы, которые мы здесь написали. Так вот, из этой формулы тоже получается регуляризация, которая немножко отличается от регуляризации, которую мы здесь определили. Но для нас интересно, для того, чтобы определить fkz, интересно вот эта регуляризация. На самом деле там есть тоже, была в какой-то момент большая наука о том, как две регуляризации связаны друг с другом. Это тоже какое-то такое большое дело. Но если мы, может быть, мы сейчас... Ответ получается разный. Между ними есть относительно хитрая связь. А, интеграл для yx? Конечно, да. Давайте, да. Сейчас. Как регуляризуется? Ну, это я не знаю. Хорошо, интеграл для y... Но по требованиям публики, то есть дальше... Значит, ну, значит, для yx что-то будет... dw1 на... Ну, этот интеграл как-то он сразу так расходится. Да, здесь вот получается логарифм нуля, да, там... Хорошо, так скажете, но... Да, ну да, чтобы этот тоже еще здесь так подразошелся. Конечно, конечно. А хотя нет, этот сойдется, да. Ну, вот. Ну, ничему равен вот этот интеграл, который здесь выгодит, да? Ну, хорошо. Что же. Ну, чему-то... Этот интеграл сойдется. Ну, может, и будет, то есть единица наверх. Будет, будет, да. Хорошо, да. Морагма, какие-то логарифмы с нуля. Ну, что-то в таком стиле. Какие-то логарифмы с нуля. Да. Ну, и этот, ну, и этот, туда же, туда же логарифм от нуля в квадрате, да. Ну, я не стараюсь... Можно сказать красивую алгебраическую конструкцию, в которой все ответы без вот этих вот магических пассов. Можете помещать? Да. Не было здесь на одна вещь. А именно почему дельта... Почему фи это групповой элемент, если ограничено на эти точки, когда интеграл сходится? Это некоторые тождества для... Конечно, да. Конечно, конечно. Да, это тут, ну, иначе бы не существовало. Можно вопрос? Да. Нет, нет, другая регуляризация, нет, не дает ассоциатора. Другая регуляризация нужна для того, чтобы лучше понимать свойства вот этих вот самых multi-z-значений. Нет, для регуляризации... Только эта регуляризация дает ассоциатор, который идет в наш формализм туда. Ну, хорошо. Давайте для того, чтобы завершить сеанс, я вам покажу еще второе определение ассоциатора. А может, мы получаем смысл, почему нужно на вот это вот уравнение слов? Какое? Пентагоны, да. Для этого нужно показать второе определение. Конечно. Значит, давайте попробуем. Ну, и это на самом деле правильное определение, которое я Дринфельд использовал с самого начала. Значит, ну, давайте мы поступим так. Используем эту связность для того, чтобы написать дифференциальное уравнение вот такое, где g у нас тоже будет элементом c xy. Значит, это уравнение первой степени, и мы можем задуматься, какие у него есть решения. Второе определение чего? Ассоциатора. Фиказет. Значит, какие у него есть решения? Давайте мы определим одно решение таким способом. Вот представим себе, что мы находимся очень близко к точке 0. Очень близко к точке 0. Первый член в уравнении, ну, грубо говоря, первый член в этой связности становится много-много больше, чем второй. Конечно, это такое не очень хорошее, может быть, не очень хорошо так говорить, но мы можем просто попытаться о нем забыть и сказать, что мы требуем, чтобы, ну, или там, мы ищем решение, у которого будет поведение или асимптотика около z равного 0, которая будет просто вот такого вида. Это просто решение этого, это уравнение мы можем решить, если выкинуть второе слагаемое. Значит, это, другими словами, это экспоненты от x в логарифм z. Ну, там можно это более точно сказать, умножить на какую-то гламорфную функцию, равную единице в нуле. Значит, ну вот, значит, есть, есть такое, можно доказать, что есть такое решение. Точно так же есть решение в окрестности единицы, которая выглядит так, z минус 1 в степени y, то есть экспонента от y в логарифм z минус 1. Это если z минус 1 немного меньше единицы. Значит, ну вот у этого уравнения таким способом есть два решения, но это же уравнение первого порядка, поэтому отношение решения – это константа. То есть давайте определим эту константу, которая снова называется φkz, и она равняется g0 минус 1 на g1. Здесь у нас формально они зависят от z, но отношение от z не зависит, поскольку выполняется уравнение. Да? И можно показать, что это определение совпадает с тем определением, которое я дал здесь. Что значит, что z не зависит от z? Ну, смотрите, здесь формально говоря, это две функции, которые зависят от z. А когда мы возьмем вот такое отношение, то получится просто элемент нашей… Да, эти два решения пропорциональны с каким-то таким сложным коэффициентом пропорциональности. Этот коэффициент мы называем φkz. Давайте я коротко покажу, как же с помощью вот такой вот идеологии доказывается уравнение Пентагона. Помните, было сложное уравнение Пентагона в прошлый раз. И на самом деле с помощью этой идеологии, ну и какой-то технической деятельности можно доказать уравнение Пентагона. Доказательство Пентагона для φkz. Ну, давайте теперь выберем n, равное 4. Помните, Пентагон, он и пишется в экспоненте от t4. Значит, мы выбираем n, равное 4. И в этом случае у нас получается, мы снова пишем какую-то относительно сложную систему уравнений. То есть мы хотим найти g, которая удовлетворяет вот такой вот системе уравнений, которая диктуется связностью книжника Замолодчикова. Это теперь уже общий случай. Но здесь у нас и будет от 1 до 4. И мы хотим попытаться написать решение этого уравнения с какими-то специальными асимптотиками. Вот примерно как мы здесь сделали. Эти асимптотики будут параметризоваться. Помните, у нас были такие конфигурации точек со скобками вокруг них расставленными. Вот наше решение будет параметризоваться такими конфигурациями. Ну вот, например, давайте я напишу, какая будет асимптотика, какую мы требуем асимптотику вот для такой конфигурации. Мы хотим, чтобы это было Z1-Z2 в степени T1-2, ну потому что вот они друг с другом, да, рядом находятся, на Z1-Z3 в степени T1-2-3 на Z1-2-3-4. И, конечно, где это все будет выполняться, Z1-Z2 должно быть много меньше Z1-Z3, много меньше Z1-Z4. То есть мы требуем, чтобы у нас была вот такая асимптотика в этом регионе. Ну и, например, давайте я какую-нибудь еще одну напишу. Например, вот такую вот, да. И здесь мы будем, наверное, хотеть, что Z1-Z2 в степени T1-2, Z3-Z4 в степени T3-4 и Z1-Z4, например, в степени T1-2-3-4. Ну и снова иерархия масштабов. Z1-Z4 много больше Z1-Z2 и много больше Z3-Z4. Значит, ну, помните, у нас было пять разных расстановок скобок, которые определялись, которые входили вот в это мнемоническое правило для решения пентагонального уравнения. То есть давайте я их просто условно обозначу как пять вершин Пентагона, да. И каждому, ну, вот, например, здесь стоит вот это. И каждый из этих расстановок скобок мы приписываем соответствующее решение нашей системы линейных уравнений. То есть здесь есть пять букв G, которые им соответствуют. Ну, а теперь мы знаем, что отношение любых двух таких решений это константа, да, снова, поскольку это система линейных уравнений, их отношение константа. И, ну, дальше некоторая работа состоит в том, чтобы показать, что эти константы как раз равны тем φ, которые я в прошлый раз поставил на стрелке. Понимаете, да? То есть я просто беру отношение решений, здесь получается какое-то φ, отношение этих двух решений, другое φ, отношение решений третье φ, ну и так далее. Теперь пентагональное уравнение. Ну, а что, понятно, если я умножаю и делю и так по кругу, то в результате получится единица, если это просто тождество. И вот это тождество, это и есть тождество пентагона. Вот. Значит, ну, тут может быть один все-таки небольшой комментарий, прежде чем закончить. То есть, правда, у нас уравнение пентагона, да, уравнение пентагона, это, ну, в каком-то смысле, можно сказать, уравнение коциклов. В каком-то одном из смыслов сейчас мы превратили этот коцикл в по границу. То есть, ну, это уравнение стало выполняться тождественно, да. Но, обращая ваше внимание, тут потребовалось все-таки большое дело. То есть, вот эти штуки g, они живут не в том же пространстве, что φ. φ – это константы, а g зависит от каких-то там, g – это какие-то многозначные функции от нескольких переменных. Вот ценой этого мы смогли добиться, что φ – это будет отношение двух вещей, ну, а после этого это уравнение стало просто тривиальным. Ну, тут, в принципе, есть большое количество технических деталей. Я даже не уверен, что сам их все знают. То есть, чтобы вот эти вот такие, такую приятную картинку превратить в аккуратное математическое доказательство, это не на один десяток страниц дело. – Здравствуйте, может, я вообще напугался? У вас тут n равное 4? – Да. – А в общем случае n равное произвольное? – n произвольное, да. Ну, в общем случае, да. – Для чего это делать? – Для чего? Ну, то есть, смотря, чего вы хотите… – Для того, чтобы построить ассоциатор? – Нет, ассоциатор мы уже построили. Для этого достаточно n равного 3. Правда? Мы же построили уже ассоциатор. После этого все остальные… Оказывается, что все остальные перемещения скобок для любого количества точек выражаются с помощью решения уравнения для n равное 3. Я немножко замел это под ковер, но это свойство, которое нужно доказывать. Могло бы оказаться… Я просто сказал, что здесь на этих стрелках будут стоять ровно те фи, которые были анонсированы вчера. Ну, это… – Да, если вичем, типа, как вы…